Что вы понимаете под термином успеха? Под термином успех, знаете, как я так скажу, не тот богат, у кого много, а тот богат, кому достаточно. То есть, понятно? Понятно. Но дело в том, да, совершенно верно. Очень мудрая точка зрения, но дело в том, что я, пожалуй, сразу отвечу, потому что существует две модели успеха. Модель успеха с точки зрения общества и модель успеха с точки зрения человека. К сожалению, в настоящее время модель успеха с точки зрения общества преобладает в обществе, В том числе среди людей, которые не понимают, что им навязывают модель успеха Которая на самом деле не та, которая есть А мы об этом и не будем говорить Сейчас я ничего не понял Согласно модели успеха, которая навязывается обществом, она как раз следующая Вам нужно приобрететь достаточное количество денег, материальных благ, власти, статуса Для того, чтобы получать за это чувственное удовольствие Мне считается, что это все за, ура и так далее Это Сережа, у меня другая Дело в том, что этого хватает прекрасно примерно до 42 лет После 42 лет начинает выяснять, что организм это барахлит С чувственным удовольствием проблема возникает Деньги, накопленные, как-то счастья не приносят Их сплошь и рядом Их можно потратить на здоровье Вот теперь можно потратить на здоровье, потому что да, лечиться дальше Ну да, до полотенчика врубил, дальше лечиться стал на эти деньги Ну, нормально Говорят, что вообще-то на самом деле у грузин о них теперь можно говорить Есть другая поговорка, было бы здоровье, остальное купим Здоровье не купишь Это правда И вот выясняется странная вещь, что с одной стороны ты лез по этой лестнице успеха Вроде бы за счастьем, вроде бы за благополучием, вроде бы за удовольствием А с другой стороны, ты перелез и выяснил, а лестница стояла не у той стены И странный вопрос, и это все, и ради этого вообще стоило строить жизнь А вот эта модель на самом деле крайне успешна, потому что она на самом деле определяется следующей вещью Я прошу прощения за некоторые, это не очень страшная терминология Но французский психоаналитик Жак Лакан сказал, что перед каждым человеком стоит очень интересная дилемма Кошелек или жизнь То есть смысл очень простой, если ты выбираешь кошелек, откажись от нормальной жизни Потому что ты будешь вынужден жить по нормам общества Ты будешь вынужден подчиняться правилам, всем прочим и так далее За это тебе общество выделит большой соцпакет Чем ты больше будешь стараться, тем этот соцпакет будет жирнее Но жизни не будет Нет И когда-нибудь ты остановившись поймешь, что жизнь вот это как раз то, что прошло мимо За всеми этими офисными совещаниями, за всеми этими машинами, которые ты покупал, за женщинами, которые ты видел и так далее Не было женщины Сергей, есть второй вариант, секундочку Да, хорошо Есть второй вариант, он заключается в том, что ты выбираешь жизнь Но в этом случае, пожалуй, придется забыть о большом кошельке Потому что ты пойдешь супротив общества, супротив его общественных институтов В этом нет ничего крамольного Абсолютно Но общество не будет тебя кормить И тогда выживай сам в конечном счете Да И вот получается, что на самом деле на первых двух уровнях жизни, о которых я говорил, в первом модели успеха Эта дилемма нерешаема Нерешаема Там вы действительно будете либо кошелек, либо жизнь Либо будете прогибаться А нечто среднее никак не получится? Нет, среднее не получится, потому что это среднее, это не определяется тем, там, ждите, когда прогнется под вас этот самый мир Мир оказался прочнее Сергей Викторович, а можно я вас прошу? А вот смотрите, вот вы говорите, жизнь или кошелек Но ведь, мне кажется, кошелек и вообще зарабатывание денег Есть некая мерила твоей активной и насыщенной жизни То есть ты много работаешь, ты встречаешься с интересными людьми Офисы, машины, какие-то командировки Ты все время в движении А потом вы приезжаете ко мне А потом вы приезжаете ко мне и потраченные деньги тратите на то, чтобы я вас вылечил от глубокой депрессии Смысловой Я считаю, что на самом деле вы все для слабаков Для слабаков? Да Нет, просто вы тоже строите воздушные замки А знаете, есть хорошее определение депрессии Депрессия это состояние, когда воздушный замок, разрушившись, накрыл его строителя Депрессия это состояние, когда воздушный замок, разрушившись, накрыл его строительный замок